здравствуйте любители канонечного пения позадавали вопросики попытаюсь вам ответить как могу ну первое там парень пишет постоянно дайте схемку разведения там на ватмы не сделайте как никонов делал я хочу коротко ответить я не могу делать кто как делал кто как делал он так и делает то есть царство небесное конечно никонова но если вы вам так понравилось его эти схемки то вы должны были наверное понять их но если вы их не поняли значит они не нужны а вот вы бы не спрашивали чтобы снова какие-то схемки рисовать схемок никаких не надо дело в том что вот эта вся технология селекционная это не просто написал на бумажке вот это а плюс б равняется цель понимаете то есть это невозможно даже при всем желании это будет непонятно поэтому вот организация которую я создал общественную вот которая называется общество восстановления и развития русской породы певчих канарейков я начну на пев вот как-нибудь на следующих видео я вам поподробнее расскажу чем мы занимаемся нас немного сейчас нас 5 человек вот было 6 даже 7 человек было один умер вот то есть ну нет людей которые бы хотели заниматься этим эти говорят но у факту нету всех совершенно другие интересы другое понимание их мало это интересует их интересуют совсем другие цели вот но об этом потом вот это то что касательно схем каких-то никаких схем не надо просто надо заниматься отбором отбором и отбором пар для разведения вот вы сделали какую-то фонограмму к примеру у вас есть птички птенцы вы им крутите эту фонограмму они у вас летают в вольере это я говорю все вот про те методы которыми я пользуюсь вот я про крытку не буду рассказывать потому что это но не интересно и не то есть вы крутите фонограмму смотрите кто что поет как как поют уже к осени и просто-напросто отбираете лучших и перепоровываете то есть ничего сложного здесь нету элементарная так скажем раньше как называлась народная селекция или примитивная селекция более культурно когда называют вот то есть этим занимались наши предки которые не знали никаких азов селекционных они просто таким методом отбирали лучшее спаривали лучше с лучшим подобное с подобным вот и получали то что им надо какие признаки хотели они что были видны у птицы они достигали вот этих целей кто-то раньше кто-то позже потому что просто так сказать вот возьми от делай отбор это тоже не совсем правильно и не совсем точно потому что это ну сложный процесс не так это все просто вот потому что здесь у нас нету одного общего понимания среди канароводов каждый понимает так как он понимает и все и считает что это правильно вот поэтому как я могу говорить что вот то что я делаю это правильно то что кто-то делает это неправильно я не хочу этого говорить я делаю то что я делаю я об этом рассказываю поэтому сравнивать вот это отождествлять с кем-то ну я считаю что это некорректно вот потому значит мне вопрос задали чтобы я рассказал видать непонятно я рассказал что такое все-таки подъемная овсянка я уже видел говорил можете почитать сами книги ялыгина и остапенко там очень хорошее описание подъемной овсянки дает петр иван ялыгин конечно подъемная овсянка невозможно без игры овсянок вот игра овсянок у нас невозможно при закрытом содержание это второй факт который я вам скажу потому что развитие каждого колена птица его не развивает она просто ну знаете как тупо повторяет то что ей дают все потому что ей не дают петь закрытом состоянии ей не дают петь и вытаскивают она определенный короткий промежуток времени под контролем чтобы она спела что-то не так где-то затянула останавливают где-то не стройника начала тоже останавливают ну и так далее это уже эти пройденные этапы и все вы это все знаете вот поэтому такая птица не может развить и спеть полноценную подъемную овсянку вот почему по сути если мы почитаем московский стандарт именно на колено подъемная овсянку у кого есть можете просто почитать и сами увидите там четко написано что такое подъемная овсянка это раскатное исполнение там так написано раскатное исполнение овсянки обыкновенной далее там написано я не буду уже раз и два и вот эти вещи говорить там везде написано там написано лучшее исполнение время исполнения этого колена две секунды все я думаю этим все сказано вот неужели вы думаете наши предшественники любители канароводы которые свое время обозначили подъемную овсянку это колено в шкале оценок обозначили 11 баллов до 11 баллов самый высокий балл для чего за двухсекундное исполнение ну я думаю нет но это любой нормальный человек поймет вот поэтому вот смотрите как все это происходит вся птица и все колено и песня все подгоняется под черный ящик вот как это не прискорбно говорить но это есть факт вот поэтому в связи с этим ну что как можно говорить там о селекции и так далее ну как ты селекционный материал выцепишь если ты его кроешь то есть там ты не увидишь что в нем есть его а что ты нанизал это раз второе надо многие например я знаю канароводы которые говорить а мне плевать я буду делать так чтобы птица пела то что я хочу все я говорю ну как ну каждый птица есть надо наблюдать смотреть свои особенности в пении то есть определенный тембр определенная манера исполнения каких-то колен это надо учитывать при отборе вот и составление фонограммы то есть если это не учитывать и просто бухты барахты записал какую-то фонограмму какая понравился ли с интернета выцепил и поставил своим птицам естественно человек может видеть что ну птица там три колена поет десять рычков вот скажет ну шо это за явно это ерундовая птица нет это не ерундовая птица ерундовой тот кто вот это так мыслит вот то есть надо подбирать под птицу подбирать фонограмму вот тогда будет ток а не то что мне вот так хочется я заткну в ящик буду бить и она будет пить не будет то есть это вот факты я про овсянку рассказал подъемную вот и сказал почему она с на сегодняшний день грубо говоря не существует хотя судьи ставят постоянно баллы и я видел даже иногда и 5 баллов поставят за подъем на овсянку она правда сейчас до 9 баллов ее сравняли со всеми остальными овсянками ну так или иначе они отталкиваются от того стандарта на это колено которое написано московским клубом и опубликовано то есть суде здесь никакой вины нету они пользуются этим вот там так написано ну так и оценивать то есть колено по сути вымерло его нету лучше было бы не писать это название понимаете потому что его нету этого колена нету есть раскат от обыкновенной овсянки да но это еще и чилизов сказал когда убирал бубенцовые раскаты со шкалы оценок он сказал говорит раскаты могут быть от любого колена это характеристика пропивания но если характерист так следовать его логике убирание колен да которые когда-то наши предки культивировали поставили считали одним из ценных и которая находилась в туре основных колен убрать его и на его место поставить какие-то флейты из турок вставные то есть ну это прошедший этап это все захавали и спокойно нормально дальше существует никого это не интересует наплевать всем по большому счету вот так исчезла допустим на сегодняшний день из шкалы оценок колено ценнейшие бубенцовые раскаты вот сейчас очередь подходит до колено подъемная овсянка потому что ну если мы посмотрим на стандарт который написали на это колено московский клуб что она должна пропиваться две секунды и что это есть раскат от обыкновенной овсянки то следующая очередь чисто логически это подъемной овсянки который тоже чертовой матери вылетит оттуда со шкалы оценок вот просто будут по той же логике оценивать допустим вот сделала она раскат от обыкновенной овсянки все поставили за подъем за обыкновенную овсянку и плюс прибавили там один или два балла за раскат все логика должна существовать я так думаю вот поэтому вот это прискорбно мне говорить об этом что потихонечку уничтожаются колено из тура основных и заменяются коленами какими-то новомодными которые не относятся к туру основных колен вот ставными коленами но птичка называется продолжает называться русская канарейка овсяночного напева парадокс но так оно есть сами посмотрите я ни на кого не наговариваю я говорю факты вот вы можете если хотите ознакомиться в интернете это есть и лекции есть аудиозаписи есть все можете посмотреть и кто хочет тот поймет вот поехали дальше значит это вот то что касательно подъемной овсянки если вы хотите знать как она звучала моей интерпретации да я так понял наверное во первых это должна быть вот пошла обыкновенная овсянка после ее идет маленький разбег то есть она начинает поднимать то есть поднимает грубо говоря вот представьте себе пианино и клавиши вот она поет допустим там до да то есть она поет до и так далее выше до самого пика сколько может и уходят с замирания то есть вот это называется игра овсянок то есть разнотональные, овсянка обыкновенная, разнообразная, овсянки обыкновенные, разнотональные, то есть вот идет такой подъем и идет замирание, после этого птичка переходит, может сделать россыпь, россыпью замереть, то есть умельчая вот эту овсянку, превращая ее в россыпь, замирание произойти, потом переходит она уже на вставные колена, либо она уже на пике, поднимаясь на пик, еще пару овсянок начинает на 1-2 тонна спускать ниже и снова переходит на овсянки, вот в моем понимании, это не только в моем понимании, это общее понимание канароводов, которые за это болеют, то есть они любители канарейки, русской канарейки я все равно что-то напел, вот, сегодня этого нет, сегодня идет засилье вставных колен, это все вы все видите, вот, ну политика такая идет клубная, чем больше колен, вот, тем больше сумма баллов, чем больше сумма баллов птичка в выигрышном положении оказывается, вот такое на сегодняшний день, то что имеем, то имеем, надо говорить правду, надо публично говорить эту правду, а не уходить оборотами, когда задают вопрос конкретно, тем же судьям, вот, или там администрации клуба, вот, задаешь вопросы, вот, а почему вот так, они начинают вдоль до около ходить, всякую хрень говорить, только не то, что касательно конкретно ответить на вопрос, то есть уходят от вопроса, культурно говоря, поэтому, ну, о чем спрашивать, ну, хотят так, они делают так, я делаю по-другому, я культивирую колено, которые именно относятся к туру основных, которые всегда культивировали наши канароводы, любители в России, и не только в России, на всем постсоветском пространстве, вот, то есть я пытаюсь вот это сохранить, чтобы люди могли вживую вот это все эти колено услышать, который просто-напросто московский клуб со своими активистами убрал к чертовой матери, вот, а я плевать хотел на это, я делаю то, что я делаю, поэтому, понимаете, в моей интерпретации я вам сказал, что такое подъемная всяка, интерпретация московского клуба вы можете почитать в этом стандарте, все, я думаю, больше что-то говорить о подъемной овсянке объяснять, я думаю, смысла не имеет, вот, много вопросов задается, таких, которые, ну, вы знаете, я понимаю, много новичков есть, вот, из пользователей моего канала, вот, потому что много бреда они слышат, вот, там, на птичьих рынках и в том же интернете, люди делают ролики, какую-то хрень рассказывают, понимаете, то есть не отпечая за свои слова, вот, ну, не обосновывая это все, и вот это все переходит, или люди, некоторые верят, даже вот начинаешь задавать вопросы, вот один задал вопрос, вот, и как, правда, что, вот, там, кто-то снял ролик, сказал, что, вот, самца от самки можно отличить, если самец опускает хвост, ну, это же бред, самца от самки можно отличить единственное, чем, то, что самец поет, а самка не поет, да, она может пытаться петь, даже очень неплохо петь, но все равно самка остается самкой, она несет яйца в конечном итоге, у меня были самки раньше такие, которые, ну, люди смотрели и говорили, что это самец, и даже когда продували, вот такой яб стоял, как у самца, животик коротенький, все, это самец, а потом, когда этот так называемый самец положил яйца в гнездо и сидел, я позвал, я говорю, иди посмотри, вот, видишь, потом взяли, подул, смотрят, что у нее, да, уже по-другому живот, то есть, самку от самца, вы знаете, много есть всякой фигни, и иголку, и кольцо золотое подвешивают, в озеяро крутят, что только не пишут, это все хрень, ребят, вот поймите, я вот столько лет держу, занимаясь этой птичкой, я не могу в детстве отличить их, кто самец, кто самка, поэтому я их общим скопом закидаю в вольер, все, осенью только, ну, или в конце лета, в конце августа, я их вытаскиваю, рассаживаю по одиночным клеткам, и тогда только я отсоединяю, вижу, кто поет, кто самец, а кто самка, и я их вот таким образом различаю, поэтому, ну, смысл какой, и для чего это, вот я не понимаю, для чего вот это, конкретно вот в детском возрасте их разделить, кто самец, а кто самка, ну, зачем тебе это, ты что, собираешься торговать птичкой, которой два или три месяца, чтобы сказать, это самец, а это самка, это делается, я скажу, для чего, для того, чтобы быстрее определить, кто самец, засунуть его в одиночную клетку и в ящик, и дрочить его фонограммой в темноте, вот для чего спрашивают, вот для чего вот это все говорится, вот почему, вот как определить самца в детстве и так далее, зачем это, вот валили, пусть не тают, самки с самцами, ничего страшного не будет, вот, и потом второе тоже мне опять же задают вопросы, которые еще, знаете, сколько лет назад постоянно муссировались, вот, а надо ли давать тощий корм этим самкам, чтобы они не заярили самцам, самкам, ну, я уже отвечал, вот в прошлом видео, я отвечал по кормлению, которое я видел, я отвечал, что, ну, чтобы птица, грубо говоря, не заярила, не надо создавать тех условий, чтобы она заярила, то есть что, первое условие, это температура, второе, удлиненный световой день, и третье, это присутствие самок взрослых и взрослых самцов в одном помещении, самцы будут петь, они, естественно, будут слышать позывки самок, они чувствуют это, вот, самки будут слышать самцов, и, естественно, это как бы самцы поют, приглашая их к себе для размножения, и они, естественно, будут готовиться к разведению, и вот начинается, вот, это самое, можете ходить с ведром собирать пустые яйца, может, кому-то это интересно, яичницу сделать из них, или что, я не знаю, вот, то есть, исключите это, и все, и ничего не будет, понимаете, вот, все, все просто, зачем повышать температуру, да, я понимаю, в квартирах места нету, но есть же какие-то лоджии, более прохладные помещения, да, ну, содержите там, вот, хотя бы самок, ну, что, ну, самка уже месяца в шесть, она может уже начать катать яйца, если удаленит срок, почему я всегда говорю, внеурочное разведение, я об этом говорил, потому что я знаю многих, даже не буду фамилии назвать, вы все их знаете, вот, довольно-таки известные, которые начинают разводить птицу, вот, только закончилась у него линька, и у самки, и у самца, иногда это бывает сентябрь месяц, иногда октябрь месяц, вот, закончили, сразу же пускают на разведение, понимаете, а потом эта птица уходит к другому человеку, он покупает ее, он весной разводит, он эту птицу пускает в разведение, удлиняет свет, режим, корм, богатый дает, зелень дает, яйцо, он начинает кидать пирог, вместо того, чтобы он должен сейчас принимать участие в разведении, он начинает линять, потому что у него сбились биологические часы, так нельзя делать, вот, поэтому вот это все и получаются вот такие неприятные вещи, которые вот вы задаете, вот, вот эти вопросы, на которые сами можете дать ответ, ничего сложного там нету, да, я понимаю, селекционная работа, зоотехническая работа, это довольно-таки узкоспециализированная дисциплина, которая требует определенных знаний, навыков, вот, то есть, бухты-барахты человек не может стать зоотехником, понимаете, и делать какие-то определения, подбирать пары, понимаете, вот, давать рекомендации, вот это надо паровать с этим, чтобы было улучшение, ведь для чего это все делается? Нет, для того, чтобы он хорошо пел, нет, все зоотехнические мероприятия, те же самые, та же самая селекция, рекомендации к селекционным этим мероприятиям, все дает зоотехник, то есть, ну, это делается в рамках породы, которые существуют, которые есть, уже она сформированная порода, а говорить о породных вот этих зоотехнических мероприятиях, собрать с улицы, этот самый, дворняжек принести и сказать, слушай, а вот я тоже так сейчас буду делать, вот, а почему у меня не получается? Откуда же получится? Да, вы можете, допустим, какие-то признаки, которые вам нужны, привить, путем прилития крови, то есть, многие там, некоторые пишут, да, это не наследуется колено, и так, как не наследуется? Ну, если вы идете, покупаете птицу с динь-доном, которая поет динь-дон, а у вас птица не поет динь-дон, вы его пороете, и птенцы начинают петь динь-дон, это что? Это что? Это разве не передача по наследству этого колена? Это передача по наследству. То есть, ну, грубо говоря, это мы можем, когда на работе, друг с другом говорить, а правильно сказать, возможность исполнения этого звука или звукосочетания передается по наследству. Ну, вот они учатся, ты ставишь на фонограмме динь-дон, они не поют динь-дон. Один год, один динь-дон ставишь, другой динь-дон, третий, десятый динь-дон, лет десять мучаешься, не поют. Или другое, допустим, тройник, или какое-нибудь другое, но не поют. Купил птичку, которую постоянно динь-дон делает, часто, очень часто делает. Нередко, потому что редко это, считай, там процент наследования будет очень слабый. То есть, практически равен нулю. А вот та птица, которая, ну, она может другие колена редко петь, а динь-дон она постоянно поет. Динь-дон, динь-дон. Вот эта птица будет передавать через свое потомство именно вот возможность исполнения вот этого звука, динь-дон, звукосочетания. Вот. А это и говорит о том, что вот колено, пожалуйста, наследуется. И это очень многие канароводы знают, они применяют этот метод, подкупают птицу. То же самое возьмем бубенцы или бубенцовые раскаты, тем более более сложный вариант исполнения колена. То есть, люди пробовали, ставили фонограмму. Мне многие говорят, дайте мне ваши бубенцовые раскаты, и я говорю, не дам. Не потому, что я жадный, потому что завтра вы будете меня матюкать. Ваша птица будет делать брак, вы будете меня матюкать. Я не такую фонограмму дал, я не продал, просто подарил, дам. Нет, я не хочу этого делать, потому что я уже это делал. Зачем мне лишние шишки на голову? Не хочу. Многие делали, это ни один, ни два, ни десять канароводов, пытались вот это привить. Либо колотуха, либо брак, либо чавканье какое-то, либо что-то. Ну, это, если что-то делает, если что-то делает, там забьют в ящике, а так просто не берет, просто не хочет делать птица это. Понимаете? Ведь не зря же я говорил, что юла, колено юла, на сегодняшний день понимание колена юла, которое мы называем виль-виль, ю-ю-ю, ю-ю-ю, вот это, это не юла, это искаженное исполнение колена бубенцов. Либо раскатное, раньше было в шкале оценок, одинарная юла, двойная юла, то есть на два тона, там, допустим, пела лю-лю-лю-ли-ли-ли, то есть на два тона пела, как бы два колена поет, ну, юла. Либо раскатным исполнением, она лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, раскатывала. Это искаженное исполнение колена бубенцы, то есть птица не может пропеть, чтобы прослушивался металлический звук, она пропевает это гладким звуком, ну, если мы, кстати, просто на слух, мы можем услышать вот такие в конце буквы л и мягкий знак, то есть биль-биль-биль-биль-биль, вот такое. А бубенцы не должны иметь, прослушиваться вот этого звука, флейтовости, не должно быть флейтовости в бубенцах. Вот исказили в свое время некоторые птички, людям понравилось это, они взяли, назвали это юлой, хотя юла, колено юла, так не поется раньше, колено юла вообще не было в шкале оценок, не было его. Оно появилось в 90-е годы, в начале 90-х, в конце 80-х или начале 90-х, его не было. Юлой называли колено дикой юлы, которая пела вит-вит-вит-вит-вит-вит-вит. Спит-спит-спит-пит-пит-вит. Вот такое исполнение, то есть как поет лесной жаворник юла. Да, есть похожесть исполнения на ю-юль, вит-вит, вот такое есть похожесть у жаврок. Вот с этим они и ассоциировали и сделали вот это колено юла. Теперь вот представьте, птичка не могла спеть колено бубенцы, она поет колено юла. Сейчас, на протяжении многих уже поколений, вы берете этой птичке, ставите вместо юлы бубенцы. Что происходит? Она начинает это искажать. Либо в лучшем случае она будет это петь, как юла, похожая на юлу колена. Либо будет делать брак, либо вообще не будет петь. То есть вот что происходит, понимаете? Поэтому я и говорю, если говорить что-то о коленах конкретно, потому что я не могу сейчас сказать, я могу сказать свое понимание. Оно не на голом месте родилось, понимаете? А то понимание, которое имеют, допустим, те, которые рихтуют постоянно шкалу оценок, понимаете? Под своих птиц. И это не секрет. Вот этот вопрос к ним надо задавать. Я могу сказать, как это раньше называлось, как я это культивирую у птиц, у своих птиц. Пытаюсь сохранить, восстановить, сохранить это. Чтобы люди могли слышать, понимаете? То есть по коленам вот так. То есть чтобы не было больше разнотовка. Потому что я вот столько рассказываю, пытаюсь вот так разжевать, как бы, понимаете? Кто-то посмотрит, скажет, что он там этот... Постоянно запинается, постоянно что-то... Он стал бы четко там... Вот это рассказал бы и все. А вы поймете, если я так расскажу? Нет. Большинство не поймут. Точно так же, как не поняли лекции этого Никонова и его схемы. Если бы вы поняли их, вы бы это делали. Я видел, как Никонов делал. Я с ним общался. Царство небесное, конечно. Клетку поставил, на стол смотрит хоккей и руками держит клетку с самцами молодыми, чтобы они не пели. У каждого своя методика. Не поймешь людей. Ну, взрослый человек, мне не хотелось ничего такого говорить. Вот это селекция называется. Ну, кому как. Поэтому, прежде чем что-то делать, окунитесь немножко, посмотрите. Есть очень много материала в интернете. Если хотите копать, то докопаетесь. Докопаетесь, увидите, что хорошо, а что плохо. Именно если вы хотите посвятить у вас любовь такая к этому, именно к русской канарике овсяночного напева. Все это можно найти. То есть, это не то, что я только говорю. Можно найти это все. И в том числе то, о чем я говорю. Ищите, найдете. То есть, подтверждение моим словам вы найдете там. Не в московском клубе, а там. Потому что там идет уничтожение. Целенаправленное уничтожение идет. Кстати говоря, сами активисты клуба это знают. И друг с другом спорят по этой тематике. Но, однако, что есть, то есть. Поэтому, вот так, ребят. Кто, кто на что гораздо. Поэтому, наверное, я закончу. Вот. Давайте на этом. И пишите свои вопросики. Вот. Не стесняйтесь. То есть, буду стараться. Нет-нет. Снимать видео пока погоды хорошей нет. То, то дождь идет, то слякоть, то снег. Вот. Время есть, записывай. Потом времени не будет у меня. Весной. Вот. Ну, ладно, ребята. Давайте. До новых встреч. До свидания. До свидания. Продолжение следует...